Ребят, всем привет! С вами Серега Стилов. Это новая серия Стилов Дейли. Добро пожаловать в наши ежедневные видосы из Сочи. И мы начинаем новый тренировочный день. Сегодня из интересного, наконец-таки, будет конфиг F1. Так я называю выезд на трассу Формулы-1. Вот как раз-таки из-за чего славится весь этот четвертый этап. Получается, все предыдущие три этапа, из которых я был только на двух, они были на площадке. А вот этот четвертый, заключительный сезонный этап, он будет именно на трассе Формулы-1 в повороте. Конфиг вы уже, наверное, видели, я вам, по-моему, показывал, но в любом случае вы сегодня в серии его увидите. Сейчас утром тренировки, получается, будут на площадке. Мы пока подготовим тачку. У нас уже резины нет, на самом деле, на площадке катать. И уже вторая тренировочная сессия будет на конфиге трассы Формулы-1. Я в предвкушении, особенно постановки. Судя по видосам, надо делать реально лютую прям постановку. Именно стараться делать бэквард, чтобы залететь на очень хороший балл. Ну, короче, посмотрим, прикатаемся. Ребята, обязательно ставьте лайк, поддержите видосик. И мы начинаем. Мы выезжаем на трассу. Сейчас будут первые проезды. Очень интересно, конечно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы сделали, получается, три круга, меняем колеса местами. Ну, как три полукруга, потому что я прикатывался. Потому что у меня в итоге так и не получилось нормально. Серега сказал, что на ручнике так долго висишь, потому что там такая постановка, которая требует такой долгой-долгой постановки большой угол. Мы снова вернулись на трассу. Сейчас здесь гигантская очередь. Сейчас я ее покажу. Серега тут вместе со мной. Получается, Серега здесь со мной дежурит, а Гоша у нас смотрит на саму трассу. Здесь очень долго туда перемещаться, если нет самоката. У нас один самокат. Почему у нас один самокат? Я зажопил денег на аренду самоката. Вот так все. Пусть подписчики знают. Хорошо. Вот такая очередь гигантская. Все, конечно же, тренируются. Все, конечно же, тренируются. Все, конечно же, тренируются. Сделал несколько попыток. Сейчас практически вывез эту постановку. Тут самое главное это круто поставиться. Есть видос от царя, где он едет на кабиной машине, и он написал, что это 105 баллов постановка, типа топовая. И надо делать так же. А там постановка чисто бэквард. То есть то, что я тренировал у нас на автодроме, правда, в другую сторону. Получается, основная задача, это, конечно же, поставиться бэквардом. Очень круто. И вывести его вдоль стены именно. Там есть клипер вдоль стены. Непонятно, на него надо, на него не надо. Или это клиперы старые, еще с РДСа, или это клиперы новые, непонятно, опять же. Но, скорее всего, мне так кажется, что это старые клиперы, на них ориентироваться не надо, именно которые нарисованы. Там есть конусы, вот к ним надо. Тема в том, что ты максимально разгоняешься первая, вторая и ставишься. Мы не поменяли редуктор, потому что нам царь сказал, не меняйте редуктор, у вас все в порядке будет с этой парой. Ты сейчас так облетел. Почти вывез. Я сейчас попробую еще раз нормально дать. Руслан прошел, похвалил меня, что я сейчас летел офигенно. Действительно, было офигенно. Я не вывез в конце, меня просто тормозило. Так вот, нам царь сказал, редуктор не меняйте, и действительно, вторая передача. Я вторую, это сказали, что тут 120 постановка, я не знаю, сколько у меня вторая. Пара 3.7, коробка 154, но увеличенная вторая передача у меня. И, в общем, вторая реально вывозит по всему конфигу. И не надо менять на 4.1, переключаться на третью передачу. Поэтому пока на этой редукции 265-е колесо накачано 1.4. Задача такая, максимально разогнаться, не зассать, не отпустить газ. И поставиться так, что прям аж как будто тебя разворачивает. И вот только тогда найти точку, где нажимать газ, открываться и выезжать. Я уже почти эту точку нащупал. Сейчас, надеюсь, у меня все получится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы сейчас поменяли покрышки. Получается, хватает на где-то 6 проездов неплохо. Или 5 проездов. Я все пытаюсь сделать бэквард так, чтобы было прям мясо офигенно. Но пока не получается, к сожалению. Крайний раз я уже был прям на стертой резине, поэтому меня стащило, и я не смог вывести. Я все-таки сейчас еще раз постараюсь сделать бэквард так, чтобы вывести его. Это моя задача. Но также надо и не забыть проехать просто хотя бы. Просто с такой типа, ну, вялой постановкой. Ну, не вялой, просто постановкой. Но по-хорошему надо сделать бэквард. Какие плюсы в этой трассе? Машина не греется вообще-вообще не греется. Не надо ее поливать. Стрелка бензина очень медленно опускается вниз. Это тоже хорошо. Минус в том, что, конечно, гигантская очередь. Все тачки здесь, мне кажется, все 50 человек, они все здесь и все тренируются. Стрелка бензина. Итак, сейчас я наконец-то проехал конфиг полностью. Но на постановке я не включал дикаря, не делал лютый бэквард. Поэтому, ну, просто заехал как бы. И то мне казалось, что вроде как неплохо. Попа пошла вперед. Но посмотрел на видео на телефоне. Нет, это все-таки не бэквард. Это так, обычная постановка. Сейчас дело ближится уже к концу тренировки. Но если мы успеем проехать, то все-таки попробую завалить лютейший бэквард и из него выехать. Так как резина сейчас свежая, еще более-менее. Можно постараться. Главное сделать очень дикий разгон и рассчитать там, где вот именно надо ставиться. И рассчитать там, где надо открыться. Вот это и есть прикатка к трассе. Просто можно поставиться, просто поехать. Но как бы хочется все-таки сделать это эффектно. Будем стараться. Вы уже, наверное, видели, как другие ставятся. Я попросил Гайдая поснимать всех, чтобы сделать нарезку. Чтобы мне потом посмотреть, как другие ставятся. Потому что здесь ничего не видно. Но сказали, что все более-менее как-то. То едут, то не едут. Непонятно. Ну, короче, я думаю, вместе с вами уже посмотрел, как другие ставятся. Как ставлюсь я. Сделал какие-то выводы. Намотал на ус и готов ехать дальше. Продолжение следует... Все, тренировки закончились. В 6 часов вечера. Около 8 попыток я сделал. 2 из них у меня получилось. Одна получилась нормально. Одна так себе. И все остальные я как бы пробовал закинуть дикий бэквард. Но не всегда я его вывозил. Поэтому у меня нормальный бэквард не получился. Только вот входы были крутые. А дальше не вывозил. Но завтра, завтра мы приедем с самого утра. Я надеюсь, что будет больше тренировок. Я обязательно его вывезу. Потому что надо, надо. Ну, плюс, конечно, потренирую все-таки такие сейвовые проезды. Но чтобы, короче, показать результат. Чтобы пройти квалификацию, конечно же. Ну, а я в свою очередь хочу сказать огромное спасибо Трелхеду. За то, что поддержали нашу поездку. За то, что мы здесь всей командой. Помните, если вы в Петербурге, то приходите на Лиговский 50. Там затовариваетесь всем мерчом со скидкой 25%. А если вы не в Питере, то заходите в интернет-магазин 34play.me, который будет в описании. И там же используйте промокод стилов для скидки 25%. Сейчас уже собираем вещи, собираем палатку. Серег, расскажи, ты видел мои проезды? Что скажешь так вкратце? Я потом еще у Гоши спрошу. Да, я видел проезды. Мне не нравится, только она как потухает, не знаю, вот в середине дуги. Да вроде не тухнет. Не знаю, что тебе показалось. Получается, как в натяг едешь там и так далее. Они любят, когда ты едешь в полный газ. Постановка мне нравится, крутая. Ну, прям лютых. Если она получится. Да, да. Лютых бэккордов я сегодня не наблюдал, потому что я под конец тренировок уже начал там смотреть. Но постановка мне очень нравится, потому что я смотрел, как остальные едут еще. Но топики, не будем называть фамилию, конечно, мне не понравилось. Мне реально не понравилось. Бывает еще от звука машины эффекта вау вообще нету. Например, когда тихая тачка. Но вот когда там с эффектами, с антилагом еют, это круто. У тебя машина достаточно громкая, она в меру. Ну, не гипергромкая, в меру. Короче, смотрится все очень-очень круто. Если будет бэкорд, это все. Георгий, расскажи, пожалуйста, ты, что ты сегодня видел. Слушай, я много заездов посмотрел твоих. На общем фоне, конечно, вообще замечательно. Нужно пристреляться. Если у нас будет бэкорд на постановке в квалификации, я думаю, это будет просто ультра топ. Да так просто стабильность и главное всю трассу, чтобы ты по всем клипам ехал. В частности вдоль стены там действительно такой как бы вроде бы и кружок у нас, но и там прямая как будто присутствует. Там в маленьком угле тоже так довольно технично нужно будет проехать. Но еще очень интересно на самом деле, как это будет в парных выглядеть. Потому что я изначально думал, что кружок будет прям вообще изи. Да, он не изи, нифига. По факту очень даже интересно. Постановка 99% успеха. И я думаю, если мы ее оточим, все будет четко. Секундочку вашего внимания, дорогие друзья. Новый канал. Настоящие сибирские ребята. Которые делом показывают, что не только в столице могут быть интересные тачки. И в новой серии Илья, ведущий канала, даже чутка перестарался. Достаточно сложно объяснить, что там происходит, но присутствует замерзшее озеро. Там блин. И, конечно же, подготовленные тачки. Все это комментирует голос Дэдпула. Короче, проще посмотреть, чем объяснить. Переходите на канал по ссылочке в описании. Обязательно смотрите видосы и подписывайтесь. Давайте только не будем говорить подписчикам скорость постановки. Давайте, пусть угадают. Маловато? Я думаю, 125 была. Надеюсь, очень надеюсь. Ой, а кто-то мне кричал, когда я сказал, нам 130 не больше такой на меня? Нет, 130 это много слишком, мне кажется. Мы подошли к Семену, он смотрит логи. В Якову Мастере очень удобно, что есть логер. И все четко можно отсмотреть, какие были проезды и все такое. Ну смотри, поставился ты 135. 135.25. Хорошо, хорошо. А потом замедлился до 27. Нет, ну это понятно, потому что я от бэкварда тормозился. А нет, это я потому что просто не получился. Мне просто надо максимальные входы посмотреть свои. Ну 135 здесь. Давай смотреть раньше, может ты еще катался. Семен официальный представитель Якову Мастера. Вот, ссылочка на инстаграм. И кстати, у вас открылся новый сайт, да я знаю? Да, у нас новый сайт. Он работает? Да, он будет. А в описании будет? Да, будет, конечно. Все, ладно, хорошо. Договорились. Кто хочет продукцию Якову Мастер, обращайтесь к Семену. И у вас она будет. 120 где-то постановочки. Но вот этот самый злой я нашел сейчас. Короче, 120 это в среднем. 130 была самая злая. Были какие-то, видимо, первые проезды там 97. А вот это, да, это самый хороший, видимо, проезд 135. Слушай, а ты можешь посмотреть? У меня отсечка срабатывает на второй передаче. И я, как бы, получается, уже дальше не разгоняюсь. Да, да, вот и в отсечке здесь находимся. А сколько отсечка, получается? 7200 у нас отсечка. Да, отсечка 7200. А сколько это по километражу? Ну, сколько км в час? Это вот ты от 125 до 135 висишь как раз в отсечке. Может быть, немного пробуксовывая. Если я хочу больше скорость, то мне надо переключаться. А я хотел без переключения это уже делать. Давай сдвинем отсечку. Ты так делал 100 раз, скажи еще. 9000 сейчас у нас яхничье. А, да? Тоже попросили, говорят, чуть-чуть не хватает. Мы мне, по-моему, уже сдвигали, нет? Ну, не знаю, может и сдвигали. Можно еще сдвинуть. Сейчас 7200? Да. Сейчас 100 отсечка вообще. А сколько поставим? Ну, 7600 давай поставим. Давай. Ну, завтра, да? Ну, да, но хотя лучше сегодня, наверное, чтобы ты завтра уже от меня не зависел, всего поехал. Ладно, хорошо, давай сегодня. И на этом наш ролик подходит к концу. Огромное спасибо, что посмотрели. Спасибо всем огромнейшее просто, кто поставил лайк, просто влепил его этому видосу. Спасибо, что смотрите, болеете за меня. Завтра пятница, крайний день тренировок, будем прикатываться обязательно. И спасибо вам, кто написал коммент в поддержку. Это все, короче, выстрелит видос вверх. Ну, и с вами был Серега Силов. Стройте тачки и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok